МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проводится работа по слежению и контролю в пунктах пропуска через государственную границу. Орудия Кубани направили в небо. Летающие вампиры угрожают смертельной заразой. В нашем крае можно делать бизнес и не только с серьезным лицом. Послы Ее Величества изучают бизнес по-русски. Миллионы туманного альбиона собираются в поля и на курорты. Кто-то отсылает денежные средства, надежды. Но это, как сказать, на деревне дедушки. Кондиционер-грабитель и лампочка-черфь оставят без денег. Как предотвратить запланированное кибервосстание? Как вы себя чувствуете? Отлично. Молодец. Медицинское чудо от кубанских врачей. Жизнь пятерых человек перевернула одна ночь. Большое количество браконьерских судов преимущественно из Украины. Нарушители границ и законов уничтожают кубанские стаи. Полицейские на катерах собирают чужой улов. Там всегда очень жесткая конкуренция. Битва шутников заставит смеяться миллионный Краснодар. Дни юмора в столице Кубани станут трамплином на Олимп веселья. Об этих и других событиях вторника расскажу прямо сейчас. Вы смотрите «Вечерние факты» на телеканале Кубань-24. Здравствуйте. Охоту на комаров начали сотрудники Кубанского Роспотребнадзора. Кровососущие насекомые могут оказаться переносчиками опасного вируса ЗИКа. Самую большую угрозу он представляет для беременных женщин, поскольку приводит к патологиям у новорожденных. В зоне Рийско-Черноморское побережье там сейчас работает специальная комиссия. Места скоплений комаров обрабатывают особым раствором. Под контролем Роспотребнадзор держит все аэропорты и морские ворота края. Проводится работа по слежению и контролю. В пунктах пропуска через государственную границу за воздушными и морскими судами, членами экипажа, пассажирами, прибывшими из стран неблагополучных по лихорадке ЗИКа. Чтобы не допустить появления опасных насекомых, в ведомстве дают рекомендацию населению. В частных домах держать сухими подвалы и дворы, а если обнаружен рой, немедленно сообщать в Роспотребнадзор. Автоваз отзывает больше 100 тысяч автомобилей, которые сошли с конвейера в последние годы. Это машина с механической коробкой передач серии Калина и Гранта. Все потому, что на этих моделях трос сцепления перетирает топливную трубку. Бракованными на заводе назвали авто, выпущенные с сентября 2015 года. Их необходимо сдать в ближайший дилерский центр. Специалисты бесплатно устранят дефекты. Напомню, это не первый отзыв автомобилей серии Калина и Гранта. В 2014 году Автоваз отозвал 30 тысяч автомобилей с подозрением на дефект тормозов. А за два года до этого причиной стала неисправность блока управления подушками безопасности. И к другим темам. В Краснодаре сегодня принимали делегацию из Великобритании. Губернатор Вениамин Кондратьев встретился с английским послом Лори Бристол. На встрече обсуждали перспективы сотрудничества в разных отраслях. Это строительство, фармацевтическая промышленность, производство медицинского оборудования, курорты и туризм, сельское хозяйство. Привлекаем сегодня инвестиции инвесторов в современные технологии, в современные производства, в современные способы переработки сельхозпродукции, потому что мы аграрный регион. Земля на Кубани стала очень дорогой, потому что сегодня она является на самом деле основным средством производства. И очень выгодным и очень рентабельным. Господин Джон Линферд сидит очень с серьезным лицом. И в нашем крае можно делать бизнес и не только с серьезным лицом. Поэтому я надеюсь, что на практике вы это почувствуете и ощутите. И все мы придем к тому, о чем сейчас говорили. Только уже в конкретном выражении и в конкретных результатах. Глава региона также отметил, что Краснодарский край был и остается одной из самых привлекательных территорий для ведения бизнеса в России. Сегодня на Кубани работает более 800 иностранных компаний. Из них более 30 с британским капиталом. В свою очередь представители иностранной делегации подчеркнули, намерены посетить крупные предприятия региона. Для нас очень важно в ходе визита в Краснодар собрать информацию, которую мы могли потом бы передать тем компаниям, которые не участвовали в этом визите. Поэтому я надеюсь, уже по итогам нашего визита у всех наших участников будет более четкое представление, понимание, как вести бизнес в России. Обсуждая серьезные вопросы, участники встречи не могли обойти тему футбола и предстоящего чемпионата мира. Вениамин Кондратьев рассказал, что край делает все возможное, чтобы это футбольное событие в нашем регионе прошло на высшем уровне. В следующем году пройдет чемпионат мира по футболу. Наши обе страны очень любят футбол. И я надеюсь, что болельщики и из Великобритании, и России получат незлоимое впечатление и удовольствие от игр, которые пройдут и в том числе в нашем Олимпийском Сочи. Делегация из Великобритании на Кубанской земле пробудет два дня. Кроме Краснодара гости побывают и в Сочи. В разведку без биноклей и карт, но с компьютером. В Краснодаре впервые пройдут масштабные соревнования студентов по информационной безопасности. Организаторы – активисты Кубанского технологического университета. Как будут проходить сражения на клавиатуре, знает моя коллега Валентина Бекшаева. Валя, здравствуй. Привет, Паш. Сетев или захват флага. Так называются эти соревнования. Это IT-движение популярно во всем мире. И главная его цель – научить азам белого взлома. То есть превратить студентов в хакеров? Ну, скорее, в компьютерных криминалистов. Именно этой профессии предлагают обучиться участникам. Они смогут попробовать свои силы в криптографии, в интернет-разведке и в анализе веб-приложений. Но виртуальные битвы начнутся уже через несколько недель. А почему решили устроить такие антихакерские битвы? Ну, потому что количество кибератак растет с каждым днем не только по стране, но и у нас в крае. Кубанские специалисты ежедневно, только представь, отражают по 20 тысяч кибератак. Ну, а как не попасть в сетевую ловушку, расскажу в сюжете. Пять минут на решение. Какое? Кто водитель? Кто грабитель? Выполняйте все, что указано в СМС, или весь мир узнает ваши тайны. Кибершантаж. Раньше такое видели только в кино. Сегодня это реалии современной жизни. У каждого человека есть мобильный телефон. Вот можно ли его прослушать, украсть какие-то данные? Например, на моем телефоне, скажите. Давайте посмотрим. У вас телефон, как я вижу, давно не обновлялся. Пользуя старое программное обеспечение, вы себя собственноручно, грубо говоря, загоняете в такую клетку, набитую огромным количеством дырок. Какую информацию должен знать злоумышленник, чтобы взломать телефон? На самом деле ему достаточно знать только номер вашего мобильного телефона и быть подключенным к той же сети, к которой подключены вы. Хачатур Закиян еще студент, но уже победитель национального форума информационной безопасности. Количество мобильных хакеров неумолимо растет, рассказывает молодой специалист. Сегодня, просто выложив объявление на специализированном сайте, можно попасть в ловушку мошенников. С персональными компьютерами еще проще. Если на машине не установлен хотя бы элементарный антивирус, систему можно взломать в несколько кликов. Подобные схемы так называемых целевых атак расследуют компьютерные криминалисты. По их данным, только в 2015-м хакеры похитили у кубанских предпринимателей более 110 миллионов рублей. Мы нашли вирус-шифровальщик, который зашифровывает данные любого формата. В результате шифрования все файлы становятся поврежденными и остается e-mail для выкупа. Кто-то отсылает денежные средства в надежде, что расшифруют. Но это, как сказать, на деревню дедушки, да, то есть он этого и добивается. Многоуровневая защита. Вот чему должны уделять внимание любые организации, уверяют эксперты. Особенно госструктуры. В современном мире виртуальные атаки на органы власти или социальные объекты самые распространенные. За прошедший год на административные ресурсы Краснодарского края было совершено 8,5 миллионов компьютерных нападений. Атаки ведутся с разных источников, территориально в том числе. У нас есть три государства, выделяющиеся своей активностью в этом нехорошем деле. Это США, Украина и Китай. На серверах Центра информационных технологий Краснодарского края хранятся сотни терабайт. Это данные официальных сайтов и государственных систем. Следят за всем десятки специалистов. По сути, они обеспечивают безопасность всех персональных данных жителей Кубани. Еще каких-то несколько лет и количество подключенных к интернету гаджетов достигнет 21 миллиарда штук. Сегодня в сеть выходят телевизоры, микроволновки, цифровые фоторамки и фитнес-браслеты. Например, такие умные часы носят порядка 18 миллионов человек. Пока они мало функциональны, но крупные компании уже трудятся над созданием платформы для интернета вещей. Только представьте, вы просыпаетесь утром, надеваете часы на руку, устройство мгновенно оживает и начинает управлять бытовыми приборами в доме. И вот по всей квартире загорается свет, в гостиной включается телевизор, а на кухне закипает чайник. И как только это произойдет, у кибермошенников появится еще больше шансов проникнуть в вашу личную жизнь. Они уже создали вирус, проникающий в гаджеты, который сможет отключить часы, а за ними и всю технику в доме. А за восстановление функции или украденную с носителя информацию потребует немалый выкуп. Вполне возможно, что умная электроника однажды обхитрит своих создателей. Валентина Бекшаева, Виталий Василенко, Денис Горбунов, Кубань-24, Краснодар. Да, какая-то мрачная перспектива, прям сюжет из Терминатора. Получается, что мы будем опасаться каждого электроприбора, даже лапочки. Ну, Паш, ты так сильно не переживай. Разработчики защитных программ тоже не дремлют. И как только наступит время и все домашние приборы будут подключены к единой сети, то они разработают антивирусник и для сплит-системы, и для холодильника, и даже для электрочайника. Спасибо, Валя, будем надеяться. Мы переходим к российским новостям. Число регионов, охваченных гриппом, возросло до 8 еще неделю назад. Их было 5. У 75% заболевших диагностирован вирус группы B. Специалисты называют его хвостом основного, сезонного. Ему хоть и подвержены меньше людей, но опасен он также. Подробности знает моя коллега Ксения Ермолаева. Здравствуй, Ксюша. Добрый вечер, Паша. На самом деле нам бить тревогу не стоит. Во-первых, эксперты прогнозируют спад эпидемии уже через 2 недели. А во-вторых, на Кубани вспышки этого гриппа не будет, уверены специалисты. У нас эпид-порог не превышен. По данным Краевого Роспотребнадзора, за прошлую неделю зарегистрировано всего 60 случаев заболевания гриппом. Все эти пациенты не были привиты. Так что, если ты прошел вакцинацию, бояться нечего. О других событиях в стране и мире через секунду. 19 лет колонии строгого режима получил сообщник террористов Хасан Закаев. Московский окружной военный суд сегодня признал его виновным в организации захвата заложника во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Именно он привез в Москву автоматы, бомбы и детонаторы. 12 лет Закаев находился в бегах. Его удалось задержать только в 2014-м. На суде обвиняемый рассказал, он не знал, что оружие окажется в руках террористов. Человек с двумя высшими образованиями не знал, что провозить взрывчатку нельзя. Как это? Это смешно. Он же что еще сказал? Что весь мир возит оружие и ничего. А мне отвечать вот. Это был вообще ужас. Также на суде родственники погибших и пострадавших выдвинули гражданские иска. Возмещение ущерба на общую сумму 100 миллионов рублей. Во время мюзикла «Норд-Ост» заложниками террористов стали 912 зрителей и работников театра. Из них 130 погибли. Во время захвата оперативники ликвидировали всех бандитов. Спустя годы за решеткой оказались уже 7 организаторов теракта. В международном розыске пока остается только один террорист – Гирихан Дудаев. В центре внимания европейских СМИ сегодня Франция. Там прошли первые теледебаты участников президентской гонки. Впервые в истории республики они состоялись еще до первого тура. Если раньше в словесной схватке сходились два финалиста, то на этот раз лицом к лицу встретились сразу пятеро. Мнения политических соперников не совпали ни в одном вопросе. От этого скандальный градус дебатов только рос. Так крайне левый кандидат Жан-Люк Меланшон заявил, что хочет стать последним президентом Пятой Республики. Изменить конституцию и выйти из НАТО. Не забыли иностранные политики о нашей стране. Нужно собрать конференцию все страны от Атлантики до Урала и обсудить государственные границы. Американцы вмешиваются то там, то сям. И все это приводит к конфликтам. Нужно определить, где границы России и Украины. По результатам теледебатов эксперты уже составили рейтинг кандидатов. В лидерах Эммануэль Макрон немного отстает от него Марин Лепен. Замыкает тройку Франсуа Фион. А теперь к спортивным новостям. Сегодня побит очередной мировой рекорд по скоростному спуску на горном велосипеде. Его установил Эрик Барон. Заезд проходил в олимпийском городке Варс. Экстремал дал бы фору даже автомобилю, ведь он разогнался почти до 220 км в час. И это в свои 56 лет. На такой высокой скорости он решил закончить карьеру. Кстати, прошлый мировой рекорд установил он же. И в завершение о громком судебном разбирательстве. Скандальная стритрейсер Шамара Багдасарян лишена водительских прав до конца жизни. Сегодня такой вердикт гласил Савеловский суд Москвы. В этот раз лихую гонщицу бесповоротно оставили без документа из-за приступа эпилепсии. Ксюша, а как правоохранители узнали о болезни девушки? Неужели приступ произошел за рулем? Да, именно так и было, утверждает свидетель, сотрудник ГИБДД. На суде он рассказал, что когда остановил нарушительницу, у нее был приступ и пришлось вызывать скорую. На заседание скандальная гонщица не пришла, но ее отец уверяет, что у дочери просто воспаление легких. Прославилась на всю страну автоледи после череды грубых нарушений ПДД. Большинство из них попали в интернет, но ни огромные штрафы на сумму около миллиона рублей, ни административные аресты до сегодняшнего дня не могли заставить гонщицу выйти из-за руля. И вот теперь суд поставил окончательную точку в ее скоростной карьере. Спасибо, Ксения. Ну а мы продолжаем. Более 8 тысяч человек будут следить за порядком во время проведения Кубка Конфедерации. Вопросы безопасности на главном спортивном событии года обсуждали сегодня в Геленджике. Там прошло заседание антитеррористической комиссии. Уже в начале лета город-курорт примет футбольные команды со всех стран мира. Тему продолжит Мария Крошная. Весь город как на ладони. Под пристальным вниманием практически каждый уголок курорта. В ситуационный центр Геленджика в режиме реального времени поступает картинка с 400 камер. Как налажена работа системы безопасный город, оценивает глава региона. На мониторах видно, что улицы пока еще не так многолюдны, обращает внимание Вениамин Кондратьев. Но уже совсем скоро курорт будет принимать не только миллионы отдыхающих, но и команды-участницы Кубка Конфедерации по футболу. В Геленджике для них будут организованы тренировочные базы. С начала курортного сезона мы еще где-то порядка 200 камер видеонаблюдения поставим, для того, чтобы, как я и сказал, въезд и выезд уже полностью охватить периметр нашего города. Ну и кроме того, в селах и поселках у нас отдельно камера. Конечно, дорогое это удовольствие, дорогое для бюджета, но вот сегодня жизнь, в первую очередь, и здоровье и жителей города, и отдыхающих превыше всего. Сегодня мы рассматриваем, и уже есть договоренность сказать, что мы о чем говорим Николай Александрович. Там будет 60 казаков, они приняли решение, деньги уже выделены на территории. Деньги уже выделены на территории. Именно набережные. Это у нас будет одномоментно 60 казаков на набережной? Нет, одномоментно будет 30. Одномоментно будет 30. Но, коллеги, это уже очень хорошо, когда 30 казаков в курортный сезон, в разгар, будут патрулировать набережную. Система безопасных городов должна также эффективно показать себя и в других муниципалитетах, отмечает Вениамин Кондратьев уже на селекторном совещании. Сегодня в регионе больше 4000 видеокамер, и эту работу продолжают совершенствовать. Важно, чтобы они отражали фактическую ситуацию в том или ином муниципальном образовании и в городе. И самое главное, чтобы могли быстро реагировать, если вдруг видим угрозу. В этом году стартует программа, рассчитанная на три года, объем финансирования из краевого бюджета на модернизацию уже существующих видеокамер и в целом системы около 1 миллиарда рублей. Я считаю, что это мера вынужденная и необходимая, и она себя должна оправдать. Следить за порядком в городах Кубани во время проведения Кубка Конфедерации чемпионата мира по футболу будут не только с экранов и мониторов. Все силовые службы переходят на усиленный режим работы. Олимпийская столица под особым вниманием. К нами подготовлен предварительный расчет сил и средств. Всего в городе Сочи для проведения Кубка Конфедерации планируется задействовать около 5000 сотрудников органов внутренних дел, 1299 ГУ Росгвардии. Кроме того, к охране общественного порядка будет привлечено 300 казаков-дружинников, 800 контролеров-распорядителей, 160 работников частных охранных организаций и 1300 волонтеров. Безопасность гостиницы пляжей, в том числе и зона ответственности частной охраны. Однако к их сотрудникам у правоохранителей сегодня немало вопросов. Многие, например, даже не знают своих должностных обязанностей. Давайте четко поймем, смогут ли вообще ЧОПы, частные охранные предприятия, обеспечить нам сегодня порядок и безопасность. Чем раньше мы это поймем, тем быстрее примем решение, что нам делать. Или ЧОПы менять, или жестче говорить с хайзивами этих ЧОПов. А сегодня, когда куда ни тнись, в какой угодно ЧОП, и миллион вопросов. Тогда за что этот ЧОП получает деньги, что он охраняет? Коллеги, главы муниципальных образований, вы все в состоянии понимать. И все знаете ЧОПы. Я даже думаю, что знаете, кто за ними стоит. Ровно неделя. Или вы наведите порядок, или если уже ЧОПа пойдет в наше поле зрения, то зона ответственности ваша. Но большую озабоченность у главы региона вызывает транспортная безопасность. И в первую очередь это касается железнодорожных вокзалов. Некоторые из них так и не прошли проверку, в том числе и из-за недостаточной технической оснащенности. Денег не хватает. Чего не хватает? Средств? Все, хватает. Я вам долгую. Ну да, коллеги, мозгов не хватает просто. Или оперативности? Есть проблемы. Коллеги, а сколько вам нужно времени под протокол, чтобы эти вопросы не было? У нас время нет. Нам нужно четко, чтобы все вокзалы были защищены. Я еще раз подчеркиваю, они все входят в систему безопасности в целом крае. Создайте вы этот поиск безопасности. Ну, вокруг любого железнодорожного вокзала. Ну, это же, ну что-то так сложно. Мне кажется, просто желание должно быть. На устранение всех озвученных на совещании о недостатках в системе безопасности Виамин Кондратьев отводит буквально считанные дни. Ведь уже в июне на Кубань тут не только туристы, но и более 700 тысяч болельщиков и 8 сильнейших команд со всех континентов. И ничто не должно умрачить их впечатление о гостеприимстве Краснодарского края. Мария Крошина, Денис Мскаленко, Алексей Комаров, Кубань, 24, Геленджик. Движемся далее. В Краевой клинической больнице один человек спас в жизни сразу пятерых пациентов. Мужчина, пожертвовавший свои органы, скончался от кровоизлияния в мозг. Хирурги Краевой клинической больницы приняли решение немедленно провести сразу пять трансплантаций. Долгие часы напряженной работы уже можно назвать успешными. Не Нелли Восконян, а тех, кто получил второй шанс. Как вы себя чувствуете? Отлично. Молодец, молодец. Старайся. Крутить педали для Карины Симонян – настоящее чудо. Еще вчера несколько шагов вызывали невыносимую одышку. Вздохнуть полной грудью она смогла после операции по пересадке легких. Ее провели медики первой Краевой клинической больницы. У Карины был хобл тяжелой степени. Заболевания, при котором легкие превращаются в пузыри и лопаются. Единственный шанс на жизнь могла дать трансплантация. Легкие – это один из самых загрязненных органов. Мы всегда имеем дело с инфекцией. Поэтому как себя поведут легкие после операции – это всегда лотерея. А с другой стороны, количество донорских легких очень мало. Мы все инфицированы. Пациенты крайне тяжелые. И очень часто, к сожалению, донор попадает уже с легкими, которые непригодны для трансплантации. Органы пересаживают в первые несколько часов после смерти донора. Поэтому Карина Симонян переехала с Северского района в Краснодар. И больше года она ждала заветного звонка от врачей. Я настолько счастлива была, что просто у нее давление подскочило. Но это все на радостях. Я ни капельки не боялась. Потому что то, как я жила, это было простое существование. Уже лучше намного, чем было. Еще одним счастливчиком в ту ночь стал Александр Тыщенко. Теперь в его груди бьется чужое сердце. Своё из-за врожденных болезней уже не справлялось. После очередной операции врачи краевой больницы перевели мужчину на искусственное кровообращение. По словам кардиологов на аппарате, Александр протянул бы не больше месяца. Лучше донорского сердца, которое хорошо качает кровь. Лучше, как говорится, нового насоса. Понимаете? Ну ничего нет. У него этот насос, слава богу, нашелся. Зачастую бывает сложнее подобрать сердце конкретному человеку, чем пришить его. Сразу в пяти операционных одновременно кипела работа. Врачи краевой больницы также пересадили двоим мужчинам донорские почки и еще одному печень. Это люди, которые работают, самоотверженно работают. Они спрашивают у меня, а сколько я за это получу? Они не спрашивают, а что я за это получу? А я, вот у меня время кончилось, я выйду. Такого не бывает такого. Это команда. Один ничего не может сделать. Это не гениальная вещь, которую может делать гиппократ, один выучив, вынув стрелу там откуда-то. Это работа команды, каждый из которых обучен и тренирован. Всем спасенным предстоит долгий путь реабилитации. Специальные препараты помогут донорским органам прижиться в новом теле. Сейчас пациенты чувствуют себя хорошо и начали идти на поправку. Довольны? Ну, чувствую себя хорошо, довольна. Да, сажусь, все нормально. По количеству трансплантаций краевая клиника входит в тройку лидеров России. За семь лет там провели почти 700 операций по пересадке органов. Нина Ильваскани, аналог Григоренко, Дмитрий Забелин, Кубань-24, Краснодар. Отмечу, 70% всех пересадок сердца в России выполняют именно кубанские медики. Для жителей края, которые нуждаются в сложной операции по трансплантации, поиски донорских органов, лечения до хирургического вмешательства и восстановления после проводят за счет бюджета региона. В эфире «Вечерние факты». Продолжаем выпуск. Игра не на жизнь. В Туапсе 15-летние подростки решили пощекотать нервы на железной дороге. Смертельно опасная шалость попала в объективы камеры наблюдения. На кадрах видно, как один ребенок подходит к железнодорожному полотну, а после решает вскарабкаться по опоре контактной сети. Напряжение в ней сравнимо с электрическим зарядом молнии. По чистой случайности подростка током не ударила. Как только он оказался на вершине, к нему присоединились четверо друзей. С путей подростков забрали полицейские. Уже в отделение выяснилось, школьники были пьяны. Теперь их поставят на учет. Стражи порядка напоминают, что железная дорога является зоной повышенного риска. С начала года она унесла жизни четверых человек. Один из них несовершеннолетний, который решил ради шутки залезть на товарный вагон. В Азовском море началась миграция Тарани, которая сейчас крупными косяками движется к устью реки на нерест. Это как приманка для браконьеров. Именно поэтому в Ейском районе создали штаб по охране биологических ресурсов. Рейдовые группы несколько раз в день выходят в море в поисках нарушителей. Наш СОПКОР Мария Николаева тоже поднялась на борт. Тишину в море нарушают не только чайки. Сейчас в акватории Таганрогского залива движение, как на оживленной трассе. Сергей Кондратов рыболовецким промыслом занимается больше 10 лет. Говорит, что браконьеров в этих местах хватало всегда. Но в этом году они стали гораздо хитрее. Окружили своими сетями неводы предприятия. Большое количество браконьерских судов, преимущественно из Украины, обсыпали все наши ставники. Рыбы заходят гораздо меньше. Законное рыболовецкое хозяйство несет потери. Но они несовместимы с тем уроном, который терпит популяция тарания из-за промысла браконьеров. Это тузский участок Таганрогского залива. Исторически сложившийся путь тараник не рестилищу. Именно здесь браконьеры и ставят свои ловушки. Но для примера, только за одну ночь инспекторы рыбоохраны в этом месте вытащили 98 сетей. Каждая не менее 60 метров. Браконьерские сети настолько мелкие, что в них попадаются даже крохотные рыбешки. Которые, как говорят бывалые рыбаки, только коту на корм годятся. Но преступникам это не важно. Для них главное количество. Выбка, видите, какая маленькая непосредственно. Я не знаю. Они выводят всю нашу стадо, который идет на нерезь. И сколько в дальнейшем, если не будем мы с ними бороться, рыбы наши не останутся. На горизонте видим два бараконьерских судна. Здесь их называют байдами. Они терпеливо стоят в сторонке и ждут, когда лодки правоохранителей исчезнут из виду. Пытаемся подобраться к ним поближе. Но погоня не в нашу пользу. На этом моторе мы их не догоним. Потому что у них два таких стоит. И бензин. Бензина надо очень много. Расход топлива у современных моторов очень большой. По самым приблизительным подсчетам, браконьерскую лодку заправляют минимум на 10 тысяч рублей, чтобы один раз выйти в море, расставить сети и собрать улов. Только за один рейд правоохранители вытащили 145 незаконных сетей. Они выходят в море каждый день в разное время суток, чтобы вытаскивать браконьерские ловушки из воды. Это экономический подрыв их деятельности. То есть, вы понимаете, сегодня сетку поставил, я ее забрал. Завтра ты пришел поставить, послезавтра. А на четвертый день у меня кончились деньги покупать эти сетки. К вечеру попадаем на нерестовый водоем. Активно рыба подходит к реке только когда стемнеет. Сотрудники нерестового хозяйства подсчитывают соотношение самок-самцов и затем пропускают их в реку через систему шлюзов. В настоящий момент в нерестовые водоемы хозяйства пропущено 340 тонн тараний и 2,5 тонны судака. По количеству, по объему, это примерно 50% от всего объема, который заходит к нам на нерест в последние годы. По предварительным подсчетам их теологов, количество тараний, которое придет на нерест, будет на уровне прошлого года. Но уже ясно, что по размеру рыба стала гораздо мельче. Это связывают и с осолонением Азовского моря, и с браконьерством. У крупных особей меньше шансов преодолеть барьеры из сетей. Мария Николаева, Игорь Хошобин, Кубань-24, Ейский и Щербиновские районы. Сборная России по вольной борьбе прибыла в Сочи. Спортсмены готовятся к майскому чемпионату Европы, который пройдет в Сербии. Тренировки проходят в отеле «Весна» в спорткомплексе имени Александра Карелина. Трехкратный олимпийский чемпион, кстати, лично посмотрел, как готовятся вольники. Российский борец признался, что успел побывать в Красной Поляне и даже искупался в море. Также он пообщался со спортсменами и тренерами сборной. Ребят видел возле столовой четверых. Аппетит, судя по всему, хороший. Все остальное покажет работа. Надеюсь, что здесь все произойдет традиционно, с претензией на победы, потому что я убежден, я сам продукт этой системы, что во всем мире готовят борцов с шансами на победы. А у нас, благодаря в том числе и весне в Адлере, готовят только победителей чемпионов. Александр Карелин подчеркнул, что сегодня комплекс является основной базой для подготовки спортсменов. Она технически оснащена и, оказывается, является талисманом для сборников. Тренировки в центре – залог будущих побед. Комплекс соответствует европейским стандартам и является лучшим в мире. На территории расположены спортивные и тренажерные залы, бассейн, медицинские пункты, что позволяет круглогодично и единовременно принимать сборные по различным видам единоборств. В составе нашей сборной по вольной борьбе самые сильные и опытные спортсмены. Среди них и олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Абдул Рашид Садулаев. Он выходит на прямой связь из нашей удаленной студии Телепы на Омега Сочи. Добрый вечер, Рашид. Как будет проходить подготовка наших спортсменов к чемпионату Европы? Распорядок сильно отличается от дней тренировок, скажем, к первенству страны. Добрый вечер, Павел. Сбор проходит в городе Сочи. Основная подготовка к серьезным соревнованиям у нас проходит именно здесь, под руководством Джамулата Тедеева. И тренера у нас основном молодые, которые только завершили свою спортивную карьеру. И команда у нас очень хорошая, сильная, интернациональная. Всегда помогаем друг другу. И в данный момент мы готовим тех ребят, которые будут представлять нашу страну на чемпионате Европы. А отличаются чемпионаты Европы от чемпионаты страны, только к чемпионату Европы мы готовимся всей сборной. И готовим только тех ребят, которые будут представлять нашу страну на Европе. А к чемпионату страны каждый спортсмен индивидуально готовится у себя на малой родине. Рашид, в этом году чемпионат Старого Света будет проходить в Сербии. Между нашими странами исторически теплые отношения. Помогут ли сербские стены нашим атлетам? Нам без разницы, где он будет проходить. Тем более в Сербии он будет проходить не первый раз. У нас самая сильная команда. Мы никого не боимся. Пускай нас боятся. И тот, кто будет представлять нашу страну на чемпионате Европы и на международных аренах, он обязан выиграть золотую медаль. Вторые и третьи места мы считаем как бы свидетелями чемпионов. А теперь не о сборной. Поговорим о российских первенствах. Хотелось бы спросить. За последние годы в России участились случаи массовых драк на различных турнирах в регионах страны, которые проходят. Причем в кулачные бои пускаются болельщики. Вот как вы считаете, почему такое происходит и как спортсмены оценивают подобное? Я считаю, что болельщики не должны туда вмешиваться. Два спортсмена между собой, как мужчина с мужчиной, должны решать свои вопросы и кто сильнее. А обращаясь к болельщикам, хочу сказать, чтобы не доводили до такого. Это очень некрасиво. И чтобы до такого вообще не доводили. Спасибо, Рашид Булачевич. О подготовке сборной России по вольной борьбе к чемпионату Европы, который пройдет уже в мае в Сербии, мы говорили с олимпийским чемпионом Рио Абдул-Рашидом Садулаевым. И в продолжение спортивной темы Кубань выбирает здоровье. За последние шесть лет число жителей края, которые занимаются спортом, возросло больше, чем в два раза. Если в 2010-м на утреннюю зарядку или вечернюю пробежку регулярно выходили миллион триста тысяч человек, то теперь цифры перевалили далеко за два миллиона, а это почти половина кубанцев. От взрослых любителей физкультуры не отстают и дети. В спортшколах края сейчас занимаются больше 200 тысяч ребят. И это не считая тех, кто тренируется на уличных площадках. Их число тоже растет с каждым годом. Сейчас уже 572. Кстати, начиная с 2016-го все площадки строятся силовыми тренажерами и зонами для занятий воркаутом. В эфире «Вечерний факт» и мы подводим итоги дня. Весельчуки со всей страны собрались в Крывой столице. В эти минуты в городе стартует Центральная Краснодарская лига КВН. Участие в открытии сезона принимают 16 команд. Два дня веселые находчивые из Санкт-Петербурга, Самары, Новороссийска, Сочи, Азово, Курска и других городов будут пытаться покорить жюри. Наши НАТИ из Брюховецкой тоже выпускники этой Центральной лиги, которые стали победителями премьер-лиги. Сейчас играют в высшей лиге. Поэтому там всегда очень жесткая конкуренция. Приезжают команды с разных регионов нашей страны, чтобы показываться главным редактором Тагуликову и в принципе заявлять о себе. Краснодарскую Центральную лигу называют лучшим в стране трамплинов в Большой КВН. Она воспитала, к примеру, таких чемпионов юмора, как Владикавказская пирамида, 25-е, Воронеж, баксы участники из Брюховецкой и столичную команду «Чистые пруды». Вы вообще кто такие? И еще о мастерах сцены, тех, что делают шоу, дергая за ниточки. Речь о кукольниках. Сегодня они отмечают свой профессиональный праздник. И этот день они проводят в театре рядом с главными действующими лицами спектакля и марионетками. Артем Васенко побывал за кулисами и выяснил секреты приручения деревянных актеров. Над колкими шутками пластикового мальчугана по имени Кирюша хохотали в 24 странах мира. Трудно поверить в то, что детский голос марионетки принадлежит его сценической маме, заслуженной артистке России Раисе Виноградовой. Чтобы оживить куклу требуется недюжие мастерство. Актриса управляет взглядом Кирюши, его движениями и одновременно с этим ведет забавный диалог за двоих. День кукольника повод для радости не только у этого тандема, но и деятелей кукольного искусства по всему миру. В каждой стране мира есть свои любимые кукольные персонажи. В Англии это Панч, в Турции Карагез, а у нас Петрушка. Куклы приводятся в действие кукловодами. Им-то сейчас я и попытаюсь стать. Чтобы понять, как оживают персонажи сказок и повестей, мы отправились в новый театр кукол Краснодара. Здесь каждый месяц в собственном цеху появляется на свет с дюжину самых разнообразных героев. От Аленушки до Грозного Дракоши. Знаменитости из Папье-Маше гримируют стойкими акриловыми красками и одевают в лучшие наряды ручной работы. Рисуются сначала наброски, решается какой будет спектакль, потом рисуются эскизы, но уже потом чертежи. По чертежам делаются куклы, декорации, реквизиты. Один спектакль может насчитывать до 30 действующих лиц. Всего на Ниве искусства в новом театре трудятся несколько сотен ручных актеров. Как говорят профессионалы, чтобы постичь тонкий союз между куклой и ее подопечным, то есть мной, нужны годы тренировок. Но что-то мне подсказывает, что мы уже сработались, не так ли? Райдер деревянных звезд должен быть полностью учтен. Это безупречный внешний вид артистов, качественный звук и свет. Но самое главное, говорят кукловоды, это сохранять уважительные отношения и любовь к коллегам. Если куклу не любить, кукла, существо очень мистическое, она может начать мстить. Она не будет оживать на сцене, она будет куда-то прятаться, сопротивляться актеру. Веря в это, в театре стараются создать идеальные условия для деревянных звезд. Даже личных продюсеров нанимают по четыре на каждую марионетку. Именно они превращают холодный бездушный материал и лоскуты ткани в примадонну кукольной сцены. Артём Васенко, Денис Горбунов, Кубань-24, Краснодар.